всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на канале арстайл моих руках очень недорогой смартфон сразу скажу цену когда снимаю обзор это сентябрь 2017 года на гербесте такой продается всего лишь около 3000 рублей его стоимость это 50 долларов в россии такой будет продаваться за в районе там 5000 плюс-минус цены будут особенность основная это очень большой аккумулятор 5050 миллиампер час но и сам телефон также удивляет тем что у него две крышки в комплекте за эту цену то есть голубого цвета и черного телефон конечно же пластиковый крышка съемная покажу сразу также как и комплект расскажу опыт использования этого телефона аккумулятор несъемный несмотря на то что крышка съемная 2 лоточка слот 2 совмещенный то есть либо вторую наносим карту либо карта памяти micro sd закрываем больше нам ничего не понадобится если сильно по продираться да и не стоит наверно за такую цену вот смартфон выглядит хорошо крышка чуть-чуть совсем прогинается но там ничего страшного не будет в остальном собран хорошо что удивляет за эти деньги потому что ровненько аккуратно придраться очень сложно если даже захотеть но смартфон конечно очень простой ребят вы я надеюсь понимаете само собой экран здесь 5 дюймов на час аниму расскажу тогда покажу комплект ничего особенного больше нет кроме крышки зарядного устройства инструкции гарантии коробка убираем его в сторону убираем также вторую крышку остается у нас один смартфон сверху наклеена пленка снимать я и не стал скольжение не столь хорошее но я уверен что и там будет вряд ли что-то хотя знаете можно и снять в принципе почему нет давайте посмотрим чтобы по-честному было я обзора всегда так делаю сейчас сниму ну да олеофобки нет но мы не ждем каких-то чудес от такого недорогого телефона прям можно и обратно поставить пленку поставил и почти кстати почти получилось кое-где пузырьки воздуха остались но не столь важно на самом деле по внешнему виду с правой все стороны стандартно то есть кнопка включения кнопки громкости сверху разъем для наушников кстати как ни странно звук но не то что хороший но лучше чем я ожидал слушать вполне комфортно и на хороших наушниках конечно будут огрехи слышны то есть вы будете слушать несколько такой металлический вот звук но в целом знаете лучше намного чем я думал с левой стороны нет ничего снизу только динамики ну динамик точнее как это последнее время водится динамик здесь по динамику кстати давайте сразу про него расскажу потому что особых проблем с ним нет я тоже ожидал чего угодно телефон не быстро это нужно понимать само собой то есть открывает все медленно но этот телефон долгожитель либо как второй телефон либо рабочий либо который нужно ребенку подарить не жалко чтобы было а динамик здесь но даже если его рукой закрыть звук все равно проходит знаете тоже вполне себе ничего на самом деле и придраться не к чему нормальный динамик на удивление здесь у нас кнопка назад кнопка выход из всего меню и кнопка список последних приложений кнопки без подсветки но это я думаю тоже не беда но и по самому телефону здесь android версия android сейчас вам покажу версия android у нас тут 7 android 7 все просто сам по интерфейсу работает более-менее шустро тут не продерешься но приложение как вы видели открывает то есть возьмем не знаю фото откроем ну это google фото несколько секунд погружается но все равно телефон конечно не быстрый по процессору у нас тут процессор от медиатек разумеется mt6580 а 4 ядра так то частота до 1.3 гигагерца не густо но забегая вперед скажу что как ни странно асфальт 8 пошел это меня очень сильно удивило и пошел неплохо я вам покажу тест мультитач давайте проверим два касания но тоже ожидаемо мы не ждали чудесно два касания здесь есть но в асфальт играть можно я не заметил никаких проблем если бы заметил я вам рассказал соответственно мали 400 старенький видеопроцессор 1 гигабайт оперативной памяти 8 встроенный всего по минимуму свободно только 36 гигабайта их очень быстро вы забьете если хоть одну игру скачаете еще расскажу асфальт идет выдавить в него сразу и погоняем но выручит конечно карта памяти micro sd 4g здесь нет сети только 3g но больших проблем из этого не делаю смартфон недорогой еще раз повторю на гербест если заказать он обойдется в 50 долларов 3000 рублей что вообще просто эта акция я не знаю сколько она будет длиться если кому интересно то пожалуйста ссылка есть под видео но реально ценник очень невысокий как второй телефон как телефон благожитель который для звонков основном на интернет почту проверить ну что погоняем в асфальт восьмой на всякий случай расскажу я ставил сюда симку как второй телефон несколько дней использовал аккумулятор неубиваемый а нам сейчас расскажу слышно хорошо проблем вообще никаких нет разумеется и меня слышно и собеседник слышит хорошо но вот асфальт восьмой на таком недорогом телефоне что это почти чудо можно сказать все таки понятно что здесь версия игры скорее всего оптимизирована под этот ну все равно я вижу смотрите он не лагает особо вот видите отражение света может быть не так быстро конечно но и знаете явных проблем я тут не наблюдаю но на ваш суд оставляю мнение конечно же конечно же это не игровой телефон 1 гигабайт оператива ко всему прочему видите не очень быстро давайте мы все очистим так далее тогда что у нас рассказать хочется вам о камерах и о батарее разумеется отмечу кстати для тех кому важный fm радиоприемник здесь есть камеры 2 5 мегапикселей фронтальная особенность реально очень сильно удивил есть вспышка ребят на фронтальную камеру смотрите фронтальная камера есть вспышка если кому-то это важно и кстати всем привет давайте включим ее вот она так вот а стандартный android стандартная android камера для медиатеков и 5 мегапикселей фронтальная основная тоже со вспышкой две вспышки получается короче фронталка на удивление понравилось да здесь разрешение небольшое все простовато на фотке посмотрите ссылка под этим видео оригиналы как ни странно фронталка действительно неплохо основная камера вообще никакая практически можно сказать и здесь нет то есть она есть но качество фотографии оставляет желать лучшего но оригиналы посмотрите все достаточно тускловато вот фронталка лучше это вообще ни о чем и рассказать осталось вам про аккумуляторы показать меню здесь на самом деле в минуту же опять же смартфон удивляет за эти деньги давайте сразу и конечно же тогда про батарею во первых что понравилось ну конечно же есть настройка цветовой температуры если вам это важно и нужно мира vision пожалуйста кроме того есть офигенные функции которые называются сейчас я вам покажу умный помощник во первых умные действия это реально круто это работает это если мы видим контакт или смс к на экране при поднесении куху срабатывает датчик приближения и осуществляется вызов класс это на самсунгах и на лжи было и умный ответ отвечать на звонок при быстром поднесении устройства куху загадка почему это все не делают это же это же круто открыл контакт поднес куху все ну мелочь да без нее жить можно но почему не делают я не понимаю и управление с помощью сканера ответить на звонок также куху поднес даже нажимать не нужно это зимой знаете как классно в россии минус 25 холодно ты телефон вытаскиваешь поднес куху почему такие полезные вещи не идут массы а всякие бредовые типа 1 динамика на боку совмещенного слота и так далее наносимки те же самые смысла в них никакого это все пошло массы ну да ладно дура спит такое название это ускоритель ну и больше вот кроме этих интересных вещей здесь я ничего особенного не нашел ну и знаете за это огромное спасибо разработчикам ну и наконец-то батарея батарея 5050 миллиампер час 10 часов 20 минут видео крутил на максимальной яркости экрана что очень даже неплохо я считаю это значительно больше среднего да здесь hd экран 5 дюймов 1280 на 720 294 пикселя надеюсь сейчас о нем расскажу но в реальности конечно показал себя очень неплохо ожидаемо неплохо сам экран ну что тут сказать ругать не буду наверное даже стоит сказать он средний вполне даже наверно выше среднего вполне себе неплох смотрите сейчас конечно же стоит максимальная яркость есть автояркость она отключена и дисплей показывает себя вполне себе неплохо честно скажу что даже взять какой-то дорогой более-менее дороже телефон там недавно nokia 3 тестировал разницы какой-то глобальный нет поэтому экран наверно даже плюсик можно поставить потому что в целом он неплохой и по времени использования еще добавлю по аккумулятору конечно этого телефона если вы иногда выходите в интернет слушаете музыку что еще делаете почту проверяете но звоните смски мессенджи поставить в принципе у вас минимум двое суток должно быть потому что процессор не тратит энергию сильно экран не тратит и так далее то есть для этого телефон конечно подойдет хорошо считается м нет такой вот бренд в россии будет продаваться как я уже и говорил тогда на этом все больше и добавить о телефоне нечего однозначные плюсы от меня получает за умные жесты которые реально прикольно мне не нравятся плюс ну с натяжка но все-таки наверное экран можно в плюс отнести он лучше чем я думал даже звучание в наушниках получше чем я думал можно вполне используйте слушать качестве плеера своими нюансами но можно минусы ну камера конечно как я и говорил она откровенно слабо основная фронтальная неплохая но и нужно понимать что вы покупаете за небольшие деньги телефон не слишком мощный то есть пусть асфальт 8 пошел но все-таки нужно понимать смартфон не быстрый и наверное на этом все как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид если не подписаны на канал то подписывайтесь впереди будет много интересного счастливо спасибо